Всем привет! Тесла у микрофона, а вы за экранами своих устройств. Устраиваетесь поудобнее. Я больше чем уверен, у многих из вас были любимые игры детства. Кто-то любил Гарри Поттера на первом PlayStation, кто-то с радостью играл в Шрека, а кому-то вовсе хватало Чапаева. И вот среди множества разных детских игр затаилась одна достойная внимания. Как вы уже догадались, речь пойдет о GeForce, или как перевели ее в локализации, миссия Дарвина. Игру разрабатывала студия Eurocom, которая известна благодаря таким играм как... Таким играм как Червяк Джим, Mortal Kombat 4 и Dead Space Extraction, который выходил эксклюзивно на Wii U. GeForce это трехмерный платформер с элементами экшена третьего лица. Игра стартует с обучающего лагеря, где мы выступаем в роли морской свинки. По кличке Дарвин. Нам показывают как ходить и сражаться. Успешно выполняем задания и отправляемся на первую миссию. Сразу расскажу о плюсах игры. Первым плюсом является русская локализация. Голоса приятные и даже юмор завезли. А вторым плюсом отмечу графику. Для 2009 года картинка вполне неплохая. Но вернемся к геймплею. Одна из задач Дарвина добраться до водосточной трубы. По ней мы, Аки Сплинтер Селл, поднимаемся на крышу. С помощью реактивного ранца добираемся до вентиляции и попадаем внутрь. В помещении прячемся от камер наблюдения и добираемся до главного компьютера. Увы, взлом проходит неудачно, ведь нужна ключ карты. В этом деле нам поможет наш карманный питомец, муха по кличке Муч. У Муча есть особый навык – замедление времени. С его помощью мы можем преодолевать лопасти вентиляторов. И таким образом добраться до ключ карты. С помощью магнитного поля Муч забирает карту и проносит ее обратно Дарвину. Взлом жопы прошел успешно. Отключаем видеоконференцию, на которой главный злодей, миллиардер Леонард Сейбер, хотел прорекламировать новую технологию умных устройств. После такого вмешательства включается тревога. Дарвин должен спешно покинуть особняк. Но тут из мусорки выпрыгивают ожившие компьютерные мыши. Разобравшись с ними, мы встречаем еще один бытовой прибор – Блендер, который почему-то пытается убить нашу морскую свинку. По радиосвязи от напарников получаем информацию, что к зданию выдвигается спецназ. Скрываясь от их глаз, пытаемся не выдать свое местоположение. В этот момент оживает вентиляция, которая пытается убить прибывших оперативников. Принцип ее работы крайне похож на бернаклов из Half-Life, на которые в скором времени у меня выйдет обзор. Спецназ докладывает, что вступил в бой с ожившими приборами и продвигается дальше. Пустившись на кухню, становимся свидетелями того, как ожившие вафельницы пытаются съесть своих поваров. Однако те успешно сбегают, а Дарвин вынужден сражаться с проклятой техникой. В это время к нам на помощь спускается еще один грызун-оперативник по кличке Бластер. Однако лифт с ним ломается. Дарвин своих в беде не бросает, поэтому отправляется на помощь своему напарнику. По пути к лифту мы видим, как оживший Шведдер пытается вскрыть дверь, за которой находится Бластер. Приступаем к плану Б. Дарвин добирается до пульта управления и вручную открывает дверь, за которой находится спецназ. Наш друг спасен, однако поступает новое задание. Все приборы Сейберлинг в этом здании ожили. А чтобы их отключить, нужно добраться до главного компьютера. Но путь будет не близким. Кстати, в этой игре нам будут встречаться торговые автоматы. В них мы можем покупать аптечки, патроны и новые образцы вооружений. Следующим на нашем пути будет нагревательный узел. Пробираемся по вентиляции. Здесь будут небольшие головоломки с открыванием прохода. Для этого нам понадобится муч, который будет регулировать температуру, охлаждая или согревая воздух. Задачей Дарвина становится снизить давление нагревательных узлов. Чтобы безопасно добраться по трубам в главный офис Сейберлинг. Охуенно! Вот это парилка нахуй! Вернув давление в норму, добираемся до лифта. На котором поднимаемся в офисы. В лифте мы находим золотой диск. Он необходим для открытия нового вооружения. Также во время игры мы будем находить серебряные диски, которые помогут улучшить оружие. В офисах Сейберлинг получаем новое задание. Необходимо похитить чертежи. В целом ничего сложного. Преломляем лазер, взрываем сейв и воруем диск. Затем пробиваемся через зажившие наушники в комнату управления. Нам необходимо взломать сервер с помощью вируса. В одной из комнат мы натыкаемся на антенну. Новый вид противника, который создает непробиваемую стену. С помощью мучи отключаем ее и проходим дальше. У сервера нас поджидает небольшой босс-файт. В целом босс несложный. Просто устраиваем между ними френдли файр и подгружаем вирус. Благополучно сваливаем из офиса на шарах для хомяков. В этой миссии нас ждет экшен-гонка с препятствиями, где мы будем уворачиваться и отстреливаться от техники Сейбера. По пути нам покажет новостной репортаж, где мы узнаем, что техника стала жевать не только в его особняке, но и во всем мире. Для предотвращения новых подставок Дарвин отправляется в центр продаж. Открываем несколько рычагов и попадаем на склад Сейберлинг. Как же я ненавижу эти платформы. Нигде я так долго не застревал, как на этом конвейере. Первая проблема, с которой я столкнулся, отсутствие достаточного количества боеприпасов. А второе, я не сразу догадался, куда нужно направить конвейер. Да пошел ты нахер стрелок. Наконец-то доехал. НЕТ! Примерно так улетела моя последняя нервная клетка. Наконец добираемся до генераторов, которые активируют лифт. Поднимаемся выше и получаем план завода. Отбившись от огнетушителя, возвращаемся в центр продаж, где блокируем движение новых поездов. Разобравшись с первой проблемой, Дарвин получает новый приказ. Теперь путь лежит на линию сборки. Ее нужно будет обесточить. В это время один из наших напарников по кличке Харви находит магнитный захват. Правда, попадает в окружение ожившей техники. Чтобы помочь напарнику, нужно будет найти вагонетку. С её помощью добираемся до комнаты, где нужно решить несколько головоломок, после чего спасаем Харви. Затем нас просят вернуться в центр сборки. На этот раз вагонетка становится недоступной, поэтому добираемся на магнитном захвате. Дарвин должен перегрузить линию. Находим три аккумулятора и останавливаем движение. Теперь нас ждёт следующее задание. Необходимо добраться до конвейера по производству чипов. Здесь у нашей морской свинки не всё идёт по плану. Мы оказываемся на ленте, где собирают стиральную машину. К счастью, Дарвин вовремя спасается из ловушки. Ещё немного, и вышел бы из меня енот по лоску. Здорово, мы за тебя волновались. Дарвин находит ключ к карту, открывает дверь и с помощью электрохлыста уничтожает первую линию сборки. По дороге мы натыкаемся на пару учёных, которые прячутся от ожившего Шреддера. Дабы пройти дальше, нам необходимо запустить Дарвина по пневмопушке. В следующей комнате нам нужно преломлять луч лазера, дабы уничтожить механизмы сборки. Справившись с этим, уходим к главному генератору. Правда, не всё так просто. Сперва Дарвин должен активировать несколько турбин, дабы включить охлаждение генератора, а затем без особых трудностей отстрелить его. Пока всё не взлетело на воздух, эвакуируемся к нашей команде, которая ждёт у нашего автомобиля. Нас ждёт очередная экшн-гонка без особо интересных моментов. Уничтожив производство техники Сейбер, приезжаем в штаб-квартиру ФБР, где держат главного антагониста. Увы, ожившая техника поджидает нас и тут, поэтому придётся прорываться с боем. Затем наш напарник Харви отвлекает на себя охрану, а Дарвин получает доступ к камерам наблюдения. Через них мы и находим Сейбера, которого допрашивают агенты. Сейбер говорит, что ничего не знает, но скорее всего за всем стоит некий Яньшу. В этот момент Яньшу выходит на связь и активирует технику в комнате агентов. Пытаясь во всём разобраться, Дарвин добирается до лифта. К сожалению, механизмы подъёма заморожены. Используем огнемёт, чтобы возобновить движение. По рации выходим на связь с Сейбером и просим его спуститься вниз. Но в этот момент в наш диалог вклинивается Яньшу, который с помощью нейросети подделал голос Дарвина и убеждает Сейбера подняться на крышу. Очевидно, что там его ждала ловушка, в которую он благополучно попал. Наш грызун ум не блещет и оказывается в окружении техники. Спустя 10 минут непрерывных сражений, наконец-то спасаем Сейбера. От него мы получаем информацию, как избавить мир от ожившей техники. Для этого нужно вернуться в комплекс Сейберлинг и отключить спутники. Добравшись до завода, с помощью пылесоса воруем ключ-карту. После чего отправляемся к спутниковой тарелке. Дарвин нарушает питание главной антенны, забирается на неё и приступает к поломке оборудования. Казалось бы, все трудности позади и миссия выполнена. Но тут к нам спускается сам Яньшу, которым оказывается напарник Дарвина. После классического разговора с главным злодеем появляется огромный робот. Поскольку нашему отряду без самолёта туда не добраться, это работа для муча. Это единственная миссия, которая полностью проходится от лица мухи. Уворачиваемся от различных ловушек, добираемся до главного реактора. Задача муча – перегрузить устройство, чтобы его уничтожить. Доставляем несколько аккумуляторов, вызываем перегрузку и срабатывает сбой. Из антенны на голове робота поступает мощный сигнал в космос. Один из спутников Сейберлинг принимает сигнал, после чего падает прямиком на этого робота. Ну что ж, бригада М в полном сборе. Крот повержен, а это значит, что миссия выполнена. Морские сфинки прыгают для финального снимка, после чего камера спускается к обломкам робота, где появляется рука Яньшу. Что ж, такая была игра Миссия Дарвина. Простенький платформер с неплохой графикой, местами сложными головоломками и бодрым экшеном. На мой взгляд, игру сильно затянули. Если вырезать блуждание туда-обратно, то время игры сократится, ну как минимум, в половину. Для полного прохождения мне потребовалось около 8 часов. Кому бы я порекомендовал данную игру? В первую очередь, наверное, детям. А уже потом любителям игр по фильмам и платформеров. Игрой я в целом остался доволен. Я ценю её на 7 из 10. На раз в самый раз. Но перепроходить её, увы, мне не захотелось. А на этом всё. Спасибо за просмотр. Оценивайте, комментируйте. Не забывайте о группе ВКонтакте. Также у нас есть страничка на Яндекс.Дзен, в случае, если с Ютубом будут какие-то проблемы. До скорых новых встреч, друзья. Пока-пока.